Сейчас мы находимся в святая святых 12 канала. Это эфирная аппаратная. Вход посторонним сюда строго запрещен. Даже работников нашей телекомпании сюда пускают не всех. Для меня, например, сделали исключение, потому что журналисту здесь делать, в общем-то, нечего. Именно отсюда в эфир уходят все передачи, которые радуют вас, наши телезрители. Я думаю, что эта традиция будет продолжена в наступающем новом сезоне. Ну и, конечно, весь материал, все передачи, которые выходят на 12-м канале, можно будет посмотреть в интернете. Тут у нас на сайте есть как прямые трансляции, так и архив видеозаписи. Все это готовится прекрасными девушками из интернет-редакции. Так что вы ничего не пропустите. Кстати, вот этот сюжет, который мы сейчас готовим для вас, также будет расшифрован и выложен на нашем сайте. Нападающий подрабатывает, обводит и забивает гол. Пожалуй, единственное, что не изменится в новом сезоне на 12-м канале, это любимые нашими телезрителями трансляции хоккейных матчей. Ну, то, что называется проверенная классика. Ну и, конечно, редакция службы информации продолжит радовать вас новыми интересными новостями. Правда, сама передача «Час новостей» претерпит определенные изменения. В ней появятся новые рубрики. Автором одной из них будет Анастасия Липатова. Настя, скажи, пожалуйста, чему будет посвящена твоя рубрика? Осторожно, вас снимает скрытая камера. Да, у нас уже есть новости спорта, а теперь у нас еще будут новости культуры. И таким экскурсоводом по самым интересным событиям стану я. Надеюсь, у меня это получится. Пойдем с вами в хранилище музея Мневрубеля, пойдем под сцену драматического театра и в драматический театр. Я думаю, еще много интересных мест, куда не ступала нога журналиста, не ступала тем более нога наших телезрителей. А сейчас мы присутствуем при самом напряженном моменте, финальном монтаже уникального проекта. Зрители 12 канала в этом сезоне увидят военно-историческую игру «Знамя Ермака». А я хочу спросить у ее создателя, автора и ведущего Натальи Рогалевой, что это за проект такой и что увидят зрители? Этот проект такой развлекательно-познавательный. Зрители увидят настоящую бойню за право стать служилым человеком в Сибири. Когда вы будете переключать вот эти вот кнопочки на телевизоре и вы увидите картинку, вы остановитесь, потому что это очень необычный визуальный ряд. Это люди, одетые по моде 15 века. А дети действительно, они стреляют из пушек, из оружия, прямо из настоящих, вот прямо с порохом. Они одеваются, они бегают, им тяжело, им больно, им непросто, но они большие молодцы, поэтому будете смотреть и переживать за них. Не только развлекать, но и учить патриотизму будет наш канал. В новом сезоне вы увидите много проектов, посвященных этому. Например, интервью с великим человеком, летчицей, пилотом Второй мировой войны Ириной Рокобольской. Она была начальником штаба полка ночных бомбардировщиков. Немцы называли их ночные ведьмы. Не пропустите, это будет действительно интересный разговор. Ну, а кроме того, я хочу рассказать вам вот об этой своеобразной стене славы 12-го канала. Люди, которые приходят к нам в эфир, оставляют здесь свои автографы. Как видите, здесь еще много свободного места, а значит, впереди у нас с вами много интересных встреч. Не пропустите. Владимир Мутовкин, Александр Козлов, 12-й канал. Владимир Мутовкин, Александр Козлов, 12-й канал. Владимир Мутовкин, Александр Козлов, 12-й канал.